приветствую мы продолжаем ходить и black book до прошу и 7 8 здесь с вами запи зубами повторяюсь и очень странная тема получили новые карточки новый уровень помощников у нас теперь какой-то николай не тратить на помощниках нормально не только дамаж 5 есть только на урон 5 уносит поэтому неплохо то есть лишним не будет вот это подсказочка посмотрите и плюс в описании и еще эта грушка может творить семей да тоже поудобнее делать обязательно при этом просмотра мы собственно продолжаем данное приключение так собственно куда нам дальше можно пойти вот сюда с тобой что мы и сделаем сначала мы все вокруг своем потом идем по заданию по официальному что по ночной путешествие не всегда удобно во мраке можно наткнуться на нечисть так происходит и сейчас вы выходите на уснувшую поляну где из самовара пьет чай зловредный дух он замечает вас и предлагает присоединиться к чаепитию давай выпьете чай в тишине под неусыпным взглядом демона вам становится не по себе вы пытаетесь допить быстрее но внезапно чувствуете на зубах металлический привкус взглянув в кружку вы обнаруживаете что пьете кровь с хохотом черт исчезает как и его самовар я понял нельзя им доверять мрачные еловые ветви раздаются в стороны и вашему взору предстает поляна усеянная старыми заросшими ямами вы начинаете осматривать старые провалы один за другим но оступаетесь и летите вниз вы часто оглядываетесь кажется за вами кто-то следит вы уже был отчаялись найти хоть что-то среди этих загадочных провалов как замечаете старую могилу на дне одного из в мрачный наполненный сыр их обожжением ями нас вы различаете старый деревянный крест укутанные в прогнившие полотенце рядом с могилой стоит старый глиняный горшок жертвой покойнику старый крест покрылся мхом у его основания растут грибы вам становится неуютно рядом с местом захоронения нечистого покойника горшки что стоял у надгробия обнаружилось пары золотых монет которые вы забираете себе но это похоже потревожило покойника понятно вас гол эфирный так ну давай с тобой в защиту чисто да будем просто минус 6 хп тупо очень но сделаем вот так вот наверное хотя не 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 неправильно вот так вот но 14 ну давай вот так вот и вот так вот плюс еще давай сразу же добавим ему от него просто и все и вот скол пола счет 5 с тобой брони есть промах кого так так и вот так промах муки я понял я понял чего на вовсе качать хорошо мальчик я тебя услышал вот это попробуем давай чистут вот так сделаем узнаем промах да ну про мою она промахивается ты понимаешь это или нет но но значит у меня есть против этой темы заряда я использовал понял понял а что он подавляться что-то наносит один понятно мальчик давай вот так вот сделаем просто и все вот так вот банк ну все все до свидания банк до свидания во имя отца крепко оберег увеличит броню на 3 в начале хода на значение эффекта слова увеличивает на увеличиваться на 1 за каждое другое слово того же цвета вот это наверное самое интересное так ну что собственно пошли туда посмотрим что и как там подожди видать в этой кадульки воду держали добрались даже не думал что вокруг столько нечисти нечисти всегда жила только без меня ты ее не увидишь черти портят людей а люди их даже не видят и тут враги спокойно то нынче не поживешь я все думаю почему нечисть на меня от напал точно до меня кто здесь ходил ну во первых ночь нечесть в это время сильно а еще почему николаю явилась нечистая сила когда он пришел в баню крест не положил вот тебя черты схватил вот он уж что ну крест в любом деле не помешает ванька просела дверь думаю из-за этого заклинило Тебе силушки не занимать. Отворяй, иди. Я эту дверь отворю. Может, подождём, пока синий огонёк погаснет? Погоди-ка. Осмотрюсь сначала снаружи. Это мы собираем. Let's go. Ну, пора? Да, let's go. Все полки уж прогнили. Да, представляешь? Пусти меня, байник-хозяюшка, простить в твоём доме. Повторяй, Коля. Пусти меня, байник-хозяин. Сейчас надо нам понять, что делать с твоей чертовкой. Она, небось, дожидается нас. Не зря тут синий огонёк горел, покуда не вошли. Вот мы её призовём и расспросим. Давай, тут ты, смекалистый. Сначала подготовимся. Круг я начерчу, чтобы не задавила нас нечисть. Ну, думаю, эта твоя невеста не шибко злая. Уж лучше начертить. Чтобы банница узнала, что мы здесь, печь натопим пожарче. А тот камень, что ты стащил, на место положь. Давай-ка ты растопи. Я подразучился, пока в армии-то был. Да ну, ладно. Как готово всё будет, встанем в круг. Заговор я прочитаю особый. И тут чертовка-то и явится. Во знатка ты, Вася. Ну, пора за работу. Ничего себе ты. Ну, пора. Пора, Коля, пора. Я заговор читать начну. А чёрт блазнить будет. Смотри. Если за круг выйдешь, задавить может чертовка. Ладно, ладно. Стоять буду. Я надеюсь. Ну, пора. Вайник-хозяюшка. Приходи помыться, попариться. Ничего себе. Стойте. Не убегайте. Выслушайте меня. Иисусова войска. За круг ни шагу. Сейчас я с банницей-то этой потолкую. Погодите. Может, выгляжу я похожа, да не нечистья, а простая девка. Девка, говоришь, простая. Банница утверждает, что она простая девка. Неужели нечистая обманывает? Что же это за существо? Раз ты не нечисть, значит, тебя банница подменила. Да, верно, верно. Долгонька я была в мире нечисти. Восемнадцать годков. Тоже походить на них стала. Я-то мало еще была и мылась с матерью в бане. Че ты сделала, не помню уж. Так она и сказала, черт тебя понеси. Меня сразу об дирихты и забрала. Сейчас на вас одна надежда. Помогите. А знаешь, что про нечисть Осиновую? Не слыхала. Да могу у банницы разузать. Надо бы нам печать открыть новую, да? А где ты была все это время? По бане. Где топлено, туда и ведут. Так и росла. Сейчас тут вот живем. Тоже в бане. И как нам тебя вызволить от нечистого? Чтобы от банницы спастись, надо мне ближе к людскому миру сделаться. Принесите мне опоязку хорошую и крест нательный. Да и имя найдите. Тогда об дирихе-то и придется меня замышелить. Ты парень не сплошай. На тебя вся надежа. Ладно. Коль обещал, так вызволю. Что за крест тебе нужен? На меня не всякий надеешь. Больно давно я с нечистым живу. Вот и крест мне надо такой, что окаянный носил. Ишь, задача какая. Это где мы такого черта богомольного отыщем? Ох, не знаю. Подруга твоя знаткая. Так уж придумаете чего. А пояску-то где взять? А, пояска тоже нужна непростая. Классно. Сплести ее должна колдунья умелая. Ага, да. Мы имя-то хоть сейчас тебе придумаем. Нет, так не годится. Имя должен священник по святцам дать. Святца, книга задерживающая имена святых в привязке к календарным дням. По ним выбрали имя ребенку. Ладно уж, поможем тебе. Не бросать же душу христианскую. Да и жених у тебя есть. Блять. Поможем уж. Спасибо. Принесите мне крест, что нечистый носил. Имя да опояску. Векшицы наговоренные. Кажется, петухи первые поют. Пора мне обратно. А вы приходите с гостинцами, я ждать буду. До встречи. Чертовка забирается обратно под полог и исчезает в черном пламени. Вы же отправляетесь обратно в избу деда Егора. Вам предстоит решить, что делать дальше. Где она скрылась? Вон она стоит. Что ты мне городишь-то? Врунишка, врунишка, да? Городит какую-то фигню. Вон она стоит. Сожжидаем. И нужны-то ей крест, что носил нечистый. Имя человеческое. И опояска заговоренная. А после под полком скрылась. Жуткая у вас работа. Пострашнее, чем турков бить. Долюшка у нас такая. Ну, а обручница твоя подмененная. Что за подмененная? А банница, видать, подменила ее. Теперь догадалась, как нам печать осиновую открывать. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Абдериха девку на дровину осиновую заменила. А дровина-то бесяк и есть. Отлично, Вася. Не зря я тебя обучал. Плюс 75 без подсказок. Подменные дети из тонкого мира. Эти младенцы, конечно, не вырастают. Стоит ли нам тратить силы и время на просьбы невесты, когда мы просто можем найти странного младенца? Так нельзя душу-то христианскую нечисти бросать. Я на твоем месте еще бы мозги поломал. Нужна ли мне нечисть в бабах? За солдата вроде меня только чертовка и пойдет. Мы до сей поры не слышали про такого младенца. Это значит, что родители держат его в тайне. Верно. Возможно, окаянный уже сожрал ее родителей. Без помощи чертовки нам его не найти. Поможете мне, значит? Поможем. Но с чего начать? А? Что там чертовка просила? Крест, что носил, нечистый. Такое вообще возможно? Все возможно для человека с разумом, Василиса. Слышал я, что в Янидоре недавно и котница появилась. Сходи к ней, да крест цеми. Давай сперва другие просьбы, бесячки, обсудим. Имя из святцев. Ну, это просто. Вон, сходите к священнику, он по святцам и выдаст, коли уговорите. Давай сперва другие просьбы, бесячки, обсудим. А, то есть тут так? Наговоренная опояска, сплетенная векшицей. Это, может быть, не так легко. Ты хоть и знаткая, но слаба еще для такого пояса. Да и времени много заговоры займут. Знаю я одну векшицу, Капитолину Иванну. Пряхай ее, кличут. Да только баба она непростая. Ох, лучше нам вместе сходить. Ну, пошли. Тогда сапояски начнем. Хорошо, к пряхе, значит. К пряхе, мы с Василисой пойдем. Нечего тебе там делать, Колян. Усек? Так точно. И еще, Вась, про невесту банную не обмолвись. А то пряха нечисть на дух не выносит. Хоть сама, как бесячка выглядит. Разумело? Я сказал привет. Кто так это пряха это? А, баба одна. Звать ее Капитолина Иванна. Да только пряха ее все кличут за глаза. Шибко-знаткая. С ней лучше не шутить. Потому я и иду с тобой. Языком у ней не брякай. Про книгу не говори. Разумело? Что мне сказать ей, чтобы опояску дала? Хороший вопрос, Василиса. Как с ней говорить будешь? Ухо востро держи. Запомни главное. Про нечисть не поминай. Не любит она бесяков. Тем более забудь, что пояс нам нужен для помощи девке подмененной. Потом, коли знаткой себя покажешь, тоже хорошо. А не приглянешься ей. Или что, выпухнешь? Да Каплата тогда ой как взрастет. Разумело? Да. Let's go. Поняла, дедушка. Пора нам в путь собираться. Да. Лучше к ней ночью идти. Нас подвезут на телеге. Договорился я. Ничего себе, так сразу. А мальчик не осталась Купальской? Если б знал, так бы летом летели. А придется на своих двоих. Да, вот еще что. Мужик есть богатый один. Петров. Просила меня поле его проверить. Нечистый, мол, посевы портит. Как раз от Пентего недалеко. Так, что там у нас с тобой? Чего я здесь? Федор Кривой у себя начитал игр, но раз за разом сбивался. Черт, вернулся с Сашей злой. Понятно. Давай давай его отправим. Давай я последний раз справляю, больше никого не буду отправлять. Васька, слушай, спасибо за помощь, с баней твой. Да погоди, еще вызвали девку-то надо. Да ты чё, как бы я без тебя-то пошел? Хочу подарить тебе. Ну, держи. Это чё такое? Колода, только семерка, туз, тройка, семерка, дама. Скопил денег-то старинные, но первый сорт. Захочешь научиться, так я объясню. Говорят, нечистый-то тоже не против сыграть в дурачка. Атласная колода, тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Получите плюс одинка наречистость, наречистость, черный, в начале сражения. А, вот так. Нужно избавиться от всех карт в руках. Игроки ходят позже, ход состоит из подкидывания одной или больше карт. Николай отбился от вашей шестерки королем, нажмите. В конце каждого хода грекеты добирают карты из колоды до шести. А, ну это я знаю, бля, ну это чё? Ой. Это мы знаем. Николай ходил под вас, трефод, да, это да, 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 да. Я играл в дурака, ты чё? Почему семерка? Может я хочу шестерка? Конечно, семерка лучше сходить. Опа. Да, это да, 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 я знаю, что есть козырь, это я же играл, чего? Опа. Опа, валет, да. Да, ну еще одна семерка. Ну ладно, ладно. Да, ну десятку на. Вот и все. Так, ну я собственно по телу так пойду. Понятно. Вообще интересно, у нас с того партия будет. На. 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 это выдумал да и чертов все так вот и знак мою но и почему пока я долго сказывать так ладно хорошо думал что-то карты не хочу погнали в путь let's go в путь с тобой собственно что у нас здесь книжник мороз пробегает по вашей коже признак присутствия нечистой силы и кто вы оглядываетесь вокруг компанию вам составляет только гудящая тишина внезапно из мрака делает шаг незамеченная вами фигура это книжник торговец заговорами мудрость что таится в черных страницах не есть безумие не уличить меня в лукавстве сбросить умение можно ну блин у тебя ничего такого интереса мне нету давай ну а вот эту кузович так проверить петровские поля добыть опояску пряхи ну лет скул вы чувствуете приторный запах гниения страх холодный поступью заходит в вашу душу среди лесных трав лежит разложившийся до неузнаваемости труп на его в полы груди вы видите старый деревянный крест вы выкапываете неглубокую могилу и сталкиваете в нее покойника затем читаете молитву и продолжайте свой путь так бы правильно ведь минус один грех в нас не грех у нас сами это хорошо опа я везде пройду вдруг верхушки деревьев начинают шуметь и разбуженные птицы с испуганными криками улетают прочь в вашу сторону движется вихрь полный ветвей и дорожной пыли мимо вас проносится пыльный смерч и вы слышите доносящиеся из него крики нечистой силы через некоторое время все стихает понятно чисто то шлем на кучке расположился маленький черт он схватил змею за хвост размахивает ею из стороны в сторону по болоту во все стороны разносится свист рассекаемого змеей воздуха и то затухающее то вновь усиливающиеся разъяренное шипение вы начинаете шептать заговоры черт тут же забывает о своей игрушке и несется в вашу сторону лесгу ну а так ты этот ты же простой да у нас тут что-то у меня 15 до восьмерочка будет ходить вот так сделаем вот так бам бам ну все ой 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 так что четверочка будет ходить да ну давай а так сделаю наверно так вот да будет правильным давай еще вот этого нормально вам все однеркой да все это можно так просто сделать все до свидания а ваил значит эффект слова увеличить на один за каждую другую сон того же цвета в заговоре а крепкая слова остается заговоре для головка звали энергии слова давай крепко возьму после пасмур после тебя что это все так let's go дальше let's go дальше несмотря на поздний час из деревни доносятся звуки удалого веселья оказывается затянувшиеся застолье после помощи превратилась в нестихающий праздник вы замечаете обеспокоенного хозяина который кажется уже давно готов расстаться с гостями вы предлагаете хозяину разогнать затянувшиеся застолье его недоверчивость испаряется когда после нескольких ваших заговоров поднимаются порывистые вихри и встревоженные крестьяне расходятся по домам хозяин награждает вас несколькими блюдами с угощения помощи вот так могли так проверить петровские поляна нужно ценности были чеки энциклопедии и песни так где только эти ценности находить нам среди высоких деревьев залитых лунным светом притаился замшелый идол вы подходите ближе и видите что вокруг него перевязана новое полотенце окрестный лес замер в безмолвии как нужно на паузу нажмите да прочитайте там просто это очень долго правда и я не знаю нужно ну типа вам интерес к читаю или нет эту всю тему поэтому если нужно прочитать без проблем паузу нажмите и прочитайте вам встречается девушка она идет в сторону пенсега и сжимает в руках странное веретено от которого веет недоброй силой дед егор усмехается еще одна жертва пряхи вы окликаете крестьянку и убеждаете ее выбросить проклятое веретено удивленная девушка следует вашему совету с один грех же хорошо мне такое нравится что там это мы сделаем следующая дать следующая сделаем сейчас посмотрим чего у нас тут но есть работают пусть работают так ну погнали дальше того вы замираете в ужасе с высохшей еловой ветки свисает удавившаяся девушка вы не можете пошевелиться странный плод с размеренным скрипом покачивается на холодном ветру она умерла недавно так multiplication и отдам а только и и человек вот столько вы очерчиваете круг как из кожи висельницы выбираются два черта похоже бесы добрались до тела раньше вас вот голландс голландского о интересном интересно ребятки очень интересно ну держи брат брат какой твой брат так у них будет до 9 до 9 ну давай вот так сделаем еще и наверное давай наверное вот его а а а а а а а и а и Бомб... 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 Балла, а то да, сега вашим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нормального, ребята, нормальным Субтитры сделал DimaTorzok Нормального, нормального Десяточку тебя, да? Десяточку тебя, да? Еще сделаю вот так тебе Давай посмотрим Бам Бам Еще троечка Все, все, давай, давай, давай Все, 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 все До свидания сила пентек сила пентек смотрю что здесь у нас с вами когда вы вступаете на приветливую улицу этой деревне с ваших плеч будто спадает незримая ноша вокруг царит умиротворяющая тишина которая прерывается громким смехом и звуками гармонии когда вы подходите к концу селения а васька ты что ли там давай к нам некогда мне по делу иду да ну дела твои скучище пять минут ты не убудет ну ладно есть времени немного вы садитесь на завалинку и растворяйтесь в тягучей песне но вы второе установлено а 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 и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Должаем путь На незасеянном поле вы слышите размеренный стук лопаты Подойдя ближе, вы видите, как крестьянин переносит граничный ров Этот человек вздрагивает, заметив ваше приближение Он останавливает работу и окликает вас Эй, это ты там, Егор? Я с Василисой. Бог в помощь Помогай, Господь Ну, чё смотришь? Да, межу переношу. Тебе-то чё? Зачем границу полей нарушаешь? Сестальсажение не шутка А затем Петровские мне с покою не дают Муки не довешивают, плутовничают, только средь бела дня не воруют На миру-то говорил? А, говорил Чё толку? Горланды Петровские слова не дают сказать Ты вот что, чары какие накинь на окаянных, я-то отплачу Порчу говоришь? Сейчас я тебя научу, как межу двигать и людей добрых портить Всего несколько слов из чёрной книги и мужика скручивает пополам Я не хотел Прошу прощения, я не хотел Тенистый овраг усеян разнообразными травами Среди прочей растительности выделяется один красивый цветок Он ярко-красный и хорошо виден даже в лунном свете Вы подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью Рывок, и вот в ваших руках ценная трава Адам, вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь Ну теперь погнали туда Чем ближе вы подходите к дому Пряхи, тем мрачнее становится лес Умирающие остовы сосен и елей нависают над тропой, словно безмолвные стражи То и дело мороз пробегает по вашей коже Вы чувствуете, что в этой части леса грань между мирами очень тонкая На тропе какие-то нити лежат яркие Черепа тут всякие до обереги Дожди Дай Здесь что-то Опа Плаком-плаком, плакал ты долго и много, и выплакал, а выплакал мало Не катись Не катись твои стоят по чистому полю, не разносись твой вой по синему морю Так, снимает один вредный статус Хорош Какие-то нитки реально лежат, что это еще? Так, опа Богословение 3 Мрачное местечко Оттого провекшит слава дурная и идет Вы приближаетесь к черепу, висящему у входа Внезапно костяная голова начинает дергаться А истлевшее око в одной из глазниц приковывает вас взором О, здорово Из знатских? Слышишь? Ну, хоть какая-то забава Вижу плохо уже Че там задет? Знакомый как будто Пропустишь до пряхи-то? Я псохоты Да только она требует знатских проверять Моя бы воля Я бы вообще тут не висел Ну, че поделать? Так вот Поступим, как в сказке Я загадаю тебе 3 загадки Ну, давай Отгадаешь хоть одну? Пропущу тебя А коли откажешься Али не смогешь? Вырву глаз один Мне как раз не хватат Если б только глаза Ну, готова к загадкам Хорош, хорош, сложил как надо Подстегнул, подстегнул Хорош Путь по-твоему Давай, давай Загадывай Слушай, девка, первую загадку Стоит село Все заселено По утрам петухи поют А люди не встают Стоит село Все заселено По утрам петухи поют А люди не встают Кладбище Умершие-то не встают Верно, ты сказала По утрам не встают мертвецы на кладбище Уж я-то знаю Можешь проходить А можешь еще погадать Я не, спасибо Ладно, пойду уж Пряхи мне пора Просто скучно такое Поразвлекаюсь Поразвлекается Все загадочки Позагадывается Одну отгадали И все, до свидания Вон, кэш Еще бы поговорить Конечно, еще бы поговорить Но нам нужно срочно Нам нужно срочно Здорово, Капитолина Ивановна Здравствуй, Егор Явлампич Голос пряхи, тихи и вкрадчивай Как шелест страниц черной книги Вот, сиротку свою привел Тоже знаткой стала недавно Привезти-то привел А в мои дела по что лезешь? Веретено отобрали Оно мне для дела было Так и быть Прощупани знанию Помогай, Господь, Капитолина Ивановна И есть в девке твоей знаткой задатки Не дурную ты себе Приемницу нашел Ну, зачем пожаловали-то? Уж на это-то не проведать старуху Спросить хотела Что за пряжа-то у вас в избе, да вокруг нее? Это колдовство тебе пока не понять, Василиса Поживешь с мое, тогда и научишься Может быть Это тебе не чертей за молоком гонять Встретились мы с привратником вашим Что это за череп? Да колдун какой-то пропащий И ритник, прости, Господи Срок еще свой на земле не отмотал Вот и подмогает по хозяйству А пояска нужна нам, а сильная Капитолина Ивановна Да знаю я, зачем пожаловали Только с чего мне ее давать-то? Дед Егор предупреждал, что с пряхой Нужно быть на стороже Что же ей ответить? Все в уезде-то толкуют Что о пояске и баске сплести вы умеете Капитолина Ивановна Так и есть Не зря вы пришли Пояса я добрые зладить могу Знаткой ты стала А пояску я тебе дам наговоренную И что ты с бесиками-то своими делать будешь? Ишь, что знать хочет Да я и сама не знаю, что буду делать со своими бесами Бесы мне помогут стать сильной колдуньей Никогда чертям не верь Знаю я тебя, Егор Девка твоя видать такая же, как ты Ничего-то вам так просто не надо Все прихитряетесь до чёда Опять с кремохвостами, чё удумали Дам я вам пояс Я твоей ученице помогу Но и ты потом моему ученику поможешь Ладно, будь по-твоему Ну и хорошо Вот ваш пояс Слово своё помни, Егор Да уж не забуду Я случайно, я что-то забыл про это даже Не простая баба эта пряхта Ещё о ней услышим Ну, Вася, чё ты языком-то ляпаш? Розьи давно не видала Или лишах тебя за язык-то дёргал Сейчас помогать придётся Не пойми, чё ей от нас знать Ладно, пояс заполучили Теперь череши им, что дальше делать Ну, крест и имя теперь надо раздобыть Давай-ка мы с тобой сохранимся Оставим это на следующую Спасибо за просмотр, ребят Такая материка получилась Суть, что она подкрыла Игра очень новосвертная, прикольная Мне нравится, я думаю, вам Я надеюсь, вам тоже Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Мне приятно Семьдесят три процента Это неуважение, что без подписки смотрят Но надо исправлять, я считаю Надо исправлять Спасибо за раненькое ты взял Блин, реально поддержка огромная Тогда подписывайтесь Ставьте лайки Это очень огромная Для меня поддержка от вас Спасибо за ранее Кто так делает Спасибо огромное Вообще, в принципе, так делает Спасибо огромное Знаете, ещё пишите комментарии Я там лайки ставлю И... Ну, не всем, конечно Но... Ставлю, ставлю Если я дам прям... Ну, там прям... Ну, в общем, просто читай все комментарии Если хочешь поделиться мнением Об этой игре Как будто подсказку дать Ну, в плане не сюжета А по игровой механике Да, что-то с карточками То подобное Пиши Я прочитаю обязательно Спасибо ещё раз за просмотр Такая вот теряйка получилась Такая игра была Хотел сказать, на прохождении И всё Нет Такая теряйка получилась Вот, в принципе, всё Спасибо ещё раз за просмотр Увидимся в следующих сериях Давайте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok